Думаю, последнее, что приходит в голову большинству людей при слове «Таджикистан» – это образ коллекционного антикварного автомобиля. Скорее, «Газель» или «Копейка Жигули» не в обиду будет сказано. Но не создавайте себе стереотипы. Они на то и созданы, чтобы их ломать. В республике много настоящих ценителей, фанатов ретроавтомобилей. В поисках какого-нибудь грузовика военного времени или «Кадиллака», выпущенного ограниченным тиражом в 50-х, они ездят по дальним веселым кишлакам. И, как неудивительно, находят именно там, в глухих таджикских кишлаках, а не на выставке где-нибудь Монте-Карло. Не все вещи с годами дешевеют. На этом поле таджикские коллекционеры выставили старые автомобили. Они имеют свою цену, историю и личную характеристику. Это первая такая выставка для Таджикистана. Выставку автора «Трудушамбе» приурочили ко дню рождения столицы. Местные коллекционеры выставили 80 автомобилей 1931-1970-х годов выпуска. Самого старого железного коня пригнал Рахим Дион Азаров из города Вахдад. Старые коллекционные машины – главная страсть братьев Назаровых. Здесь они представили 10 ретромобилей, а всего их в семье 25. «Опель Адмирал» – старейший и самый дорогой автомобиль в стране. Особая гордость Назаровых. На сборку и ремонт Рахим Дион потратил почти 20 лет жизни. Но какие-то запчасти не может найти до сих пор. Для «Опель Адмирал» найти запчасти очень сложно. Какие-то мы приобретали за рубежом, некоторые переделывали сами. Сборка таких автомобилей – очень тяжелая работа, требующая терпения. Сейчас осталось немного доделать. Как все закончим, тогда подарим городу. Абдушукуроди Наев никому не собирается дарить свой боевой автомобиль. Не думает и о продаже. Хотя ему постоянно предлагают хорошую цену. Это бронированный автомобиль. На нем в советское время ездили только первые лица республики. Советский лимузин – так называет свой автомобиль Абдушукур. Когда он его покупал, у него не было ни мотора, ни карбюратора, ни кардана. Коллекционер собирал каждую гаечку по всему бывшему Союзу. И сделал все собственными руками. Лимузин по всем меркам раритетный. Эту марку выпустили в 30-х годах в количестве всего 12 штук. В прежние годы такие марки ЗИЛ-301 изготавливались только для правительственных лиц. Когда они выходили из эксплуатации, то их читировали, издавали на металлолом. Я не знаю, как эта машина уцелела. К счастью, она попала ко мне. Такие машины выпускались по спецзаказу. Вот этих лимузинов было всего 12. Выставка коллекционных автомобилей стала неожиданным подарком для неизбалованных душампинцев. Видя такой интерес, власти города предложили клубу ретроавтомобилистов помещение для их драгоценных антикварных экземпляров. Антикварными автомобилями в Таджикистане владеют и министры, и простые смертные. Это особая национальная любовь. Попавшие на выставку иностранные экспаты не скрывали удивления, что в такой небогатой стране есть такие авто и такое сообщество коллекционеров-фанатиков. Я уже долгое время нахожусь в Таджикистане, и мне даже не верится, что здесь есть столько прекрасных антикварных автомобилей. Англичанин Дэвид Харпер в Душамбе впервые увидел модель старой европейской машины. Это знаменитый «Опель», который делали на заказ для первых лиц государства. Я узнал, что состоится фестиваль-выставка, и с раннего утра стоял и ждал открытия. Лично для меня это очень интересно, потому что на выставке представлены очень старинные автомобили. Я, честно говоря, удивлен, что такие машины попали в Душамбе, и как они хорошо сохранились. Некоторые из них так шикарно отремонтированы, что, глядя на них, вспоминаешь былые времена. Владельцев коллекционных авто мало интересует их функциональное предназначение. В данном случае машина как раз роскошь. Для них важнее возраст и история. Автомобиль Рустамбе Карауфова привлёк всеобщее внимание именно своей истории. Вездеход ГАЗ-67Б – военная машина. В годы Великой Отечественной войны на ней ездили генералы армии и в силу технических характеристик разведчики. Такой больше ни у кого нет, говорит хозяин. Этот автомобиль 1941 года производства. Я купил его у русского мужчины, дяди Саши из Шахритутского района. Машина была в ветхом состоянии. Я покрасил её в заводской цвет, а запчасти купил за границей. На ремонт ушло три года. Над ним один год и шесть месяцев работали три мастера, а потом ещё три мастера около одного года и восьми месяцев. Я готов потратить столько средств, сколько потребуется для полного ремонта, потому что на таком ездили только генералы. После войны каждой Советской Республике раздавали по одной такой машине, и тогда на них разъезжали чиновники. Владельцы хвастаются, что их автомобили могут стоить и 100 тысяч долларов, и больше. Но специалисты говорят, что пока это всё же хобби для избранных. Вот и на первой выставке авторы Трудушамбе ни одной сделки не заключили. Люди предпочитали фотографироваться на фоне красивых машин и заглянуть внутрь. Но вот про цены никто не спрашивал.